На неделе произошли очередные послабления, введенных в конце марта карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Но жители Бишкека не особенно выполняли жесткие требования, особенно в новостройках, где отмечается больше всего новых случаев заражения. В европейских странах тоже стали отменять жесткие меры. Некоторые предприятия начали работать, но Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС снимать ограничения постепенно и с учетом местной санитарно-эпидемиологической обстановки. Немецкий институт вакцин имени Пауля Эрлиха объявил, что в каждой стране должно быть на готове достаточное отделение интенсивной терапии и мест в больницах на случай второй волны. В США профессор Роберт Редфилд, возглавляющий Центр по контролю и предотвращению заболеваний США, заявил на слушаниях в Комитете по вопросам здравоохранения в Сенате, что эпидемия пока не под контролем. Его поддержал и главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Мои самые большие опасения связаны с тем, что в некоторых штатах и городах открываются бизнесы, возобновляется прежняя жизнь, но там отсутствуют возможности быстрого реагирования. Если и когда зарегистрируют новую вспышку заражения, мы видим, что возрастает число инфицированных, что может привести к возникновению новых очагов эпидемии.